Вторая декада мая Для промышленных масштабов производства таких деликатесов в регионе созданы специальные морекультурные хозяйства. Одно из них расположено на острове Русский в бухте Воевода. В плавучем здании располагаются и офисные кабинеты и цеха. Технология отработана до тонкостей. Минимальная это в основном та мидия, которой нет двух лет. Это скорее та мидия, которая в прошлом году тоже осела на эту веревку, ей год, но она росла вместе с этой мидией. Поэтому мы ее отделим и вновь опустим в воду на доращивание. А та мидия, которая уже достигла длины раковины 4 сантиметра, она уже считается товарной. Ну а для горожан, которым далеко не каждый день удается расслабиться, оглядеться вокруг и подумать о чем-то чуть менее насущном, окунувшись в первозданную красоту ландшафта, на днях появилось кое-что особенное. Диалог с морем. Так организаторы назвали новый необычный формат экскурсий, где каждый участник является одновременно слушателем, созерцателем и немножко мыслителем. Все участники получают наушники, связанные в единую аудиосистему. Безусловно, мне очень важно, чтобы у нас появлялись новые, в том числе экскурсионные проекты. Этим богата наша туристская отрасль как таковая. Мы должны показать всю привлекательность, всю особенность нашего приморского города. В процессе прогулки мы слышим комментарии о городе и его самобытности. Иногда участников заставляют поднять руку, обняться или кивнуть друг к другу. Но в целом атмосфера и музыкальное сопровождение настраивают на добрый лад и по-своему расслабляют. В какой-то момент в дело вступает зычный голос прямиком из морской пучины. Меня восхищает то, какие вы маленькие, но при этом считаете себя самой значимой частью вселенной и думаете, что управляете всем миром. Но вы живете лишь на суше и даже замечать не хотите, что каждый день я участвую в вашей жизни. Кроме вкусных и философских увеселений, туристическую жизнь приморья всколыхнули другие, более глобальные события, коих на эту неделю выпало сразу два. Это и Тихоокеанский туристский форум, и такого же размаха и географии выставка. Оба мероприятия привлекли внимание всех слоев населения. Первый ТТФ для многих стал по-настоящему долгожданным событием. Пока в зале заседания участники форума обсуждают важные вопросы на повестке дня, за его пределами в стенах ДВФУ полным ходом идет строительство и разведение тематических площадок от различных стран и регионов. Кстати, с одним из первых лиц Камбоджистского королевства мы сейчас и будем общаться. Этим первым лицом из далекой Камбоджи оказался зам госсекретаря по туризму. Съемочной группе Восьмого канала удалось перехватить почетного гостя форума как раз до его выступления, чтобы узнать, что он думает о перспективах туристических взаимоотношений между нашими странами. Мы установили хорошие партнерские отношения между Россией и Камбоджей. Мы отличные друзья. И мы хотели бы большего трупотока как в одну, так и в другую сторону. На мероприятии присутствовали также и студенты по обмену. Среди них оказалась девушка из Конго. А Пунгу Бенде мечтает открыть свое турагентство, когда отучится в ДВФУ. Тут в школе экономика и менеджмент. Я на третий курс и направление у меня это туризм. По словам организаторов, сотрудников Дальневосточного федерального университета, нынешний четвертый туристский форум сильно отличался от трех предыдущих. И сегодня то, что происходит, это происходит впервые. Это происходит первый, можно сказать, молодежный международный туристский форум. Акцент сделан на молодежь. Потому что, как сказал у нас сейчас коллега из Китая, что следующее, буквально поколение, которое молодое, оно будет основными путешественниками. Они в основном будут делать туризм. А в пятницу в стенах все того же ДВФУ торжественно открылась 22-я Тихоокеанская международная туристская выставка. И она совершенно заслуженно является самой большой площадкой на всем Дальнем Востоке для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь в течение нескольких дней все желающие смогут узнать сильные и слабые стороны разных стран, курортов, популярных мест и локаций для путешествий и активного отдыха. А также получить массу новых впечатлений на площадках Дня путешественника. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.